Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении, очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Сегодня 27-е годовщина освобождения Карвачара. В Эгдерии абрикосовые сады полностью покрыты белыми цветами. Устанавливается обязательная самоизоляция лиц на всей территории Республики Армения. Предварительные итоги выборов в Арцахе. Количество подтвержденных случаев коронавируса на территории Армении достигло 571. Сирийский город Хомс подвергся обстрелу. Издана новая книга о сотнях рукописях, созданных в монастырях островов Озерова. 27 марта 1993 года армянские войска начали операцию по освобождению Карвачара. 1 апреля борцы освободительной армии Армена Кабрамяна, Усепа Усепян, Володя Аветисян, Саркис Карабидян, Миша Аптадеусян, Жузеф Нерсисян, Виген Абрамян и другие освободители Карвачара. 2 апреля армянские войска продвинулись вперед, а через три дня они разместились на Амарском перевале. Освобождение Карвачара началось в ночь на 31 марта около нуля часов ночью. 1 апреля, совершив 25-километровый бросок, армянские войска уже находились в центре Карвачара. Были захвачены две боевые позиции. Первый в 7 утра, а второй около 10.30 утра. Освобождение Карвачара было очень важным для обеспечения безопасности северных и северо-восточных границ Армении и Арцаха. Также Карвачар был важным стратегическим пунктом для армянской страны, после освобождения которого была установлена стабильная связь между Арменией и НКР. Линия фронта была значительно отдалена, обеспечив прикрытие тела Мартакерского района. В 2013 году была опубликована книга Ливона Миносяна «Карвачар. Наш долг чести» с подробным изложением освобождения Карвачара. Деревья абрикосовых садов провинции Гдыр, которые считаются крупнейшим центром производства абрикосов в Западной Армении, цветут, создавая несравненно красивый вид. В этих садах годовой объем производства абрикосов составляет около 40 тысяч тонн. Сады, расположенные у подножья Горы Арараты, покрытые белым, создают впечатляющие образы природной красоты. Я прихожу в эти сады в определенные времена и фотографирую их, использую фото в социальных сетях и разных платформах. Фотографии здешних садов здесь очень популярны, говорит фотограф Мерт Экмекчи. Вице-премьер Республики Армения, комендант режима чрезвычайных ситуаций Тигран Авеньян принял новое решение об ограничениях на всей территории Республики Армения. Как сообщает Армен Пресс, в решении говорится, что право людей свободно передвигаться по всей Республике Армения ограничено и устанавливается обязательная самоизоляция лиц по месту их постоянного проживания или же в другом месте по их выбору, чтобы ограничить прямой контакт с другими лицами и предотвратить распространение инфекций. Место самоизоляции выбранное лицом не может быть изменено до истечения срока, установленного настоящим решением. Согласно решению, ограничено свободное передвижение населения между областями Республики Армения и административными границами Еревана. Также приостановлено движение общественного транспорта за исключением железнодорожного. Такси разрешены. С целью обеспечения реализации особого режима в местах, обозначенных Службой национальной безопасности и полицией Республики Армения, до 14 часов 1 апреля 2020 года установлены специальные контрольные пункты для контроля за передвижением людей и транспортных средств. На президентских выборах в непризнанной Нагорно-Карабахской республике лидирует, по предварительным данным, бывший премьер НКР Арейк Артюнян. По данным ЦИК НКР, Майси Смейлян оказался вторым, а третье место занял Виталий Бласанян. Поскольку ни один из кандидатов не преодолел 50%, скорее всего, будет назначен второй тур. По итогам парламентских выборов лидирует блок «Свободная Родина» КМДМ во главе с Раиком Артюняном. По положению на среду 1 апреля в Армении зафиксировано 571 подтвержденный случай коронавируса, сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава. Таким образом, количество новых подтвержденных случаев составило 39, вылечился 31 пациент, трое скончалось. 2704 теста на коронавирус оказались отрицательными. По сообщению агентства новостей САНа, израильские военные самолеты нанесли удар по Хомсу. Атака продлилась из воздушного пространства Ливана. Система ПВО Сири удалось поразить несколько ракет, прежде чем они достигли своей цели. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Опубликована книга «Центры пищенности монастырей на островах озера Ван» работая Луси Нета Маньян, старшего научного сотрудника Мэтана Адарана, кандидата исторических наук, редактор книги Карен Матосян, заместитель директора Мэтана Адарана, доктор исторических наук, профессор. Научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Маштодца сообщает, что в качестве центров письма в книге представлены монастыри на островах Ахтамар, Лимк, Туц на озере Ван. Составлены списки рукописей этих монастырей, обобщена все наследие, дошедшее до наших дней. Многие неизвестные страницы истории этих монастырей открыты на основе рукописей. Монастыри на островах озера Ван были вынуждены закрыться во время Первой мировой войны, во время геноцида против армян и в настоящее время заброшены и необитаемы. Поэтому сегодня свидетелями армянской культуры жизни в этих монастырях на протяжении веков являются сотни из созданных в них книг, изучению которых посвящена эта книга. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Нурайш-Карташян хамшена шурур. Нурайш-Карташян хамшена шурур. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok